Вы так и сидите, да? Я вот смотрю, вы не продвигаетесь в интернете, вам нужно программу изучать, облегчающую вам, как говорится, вот... Ну вот эту ночь было, после воскресенья у нас собрание было, два занятия, поэтому надо было ужать и вставить, а ночь, она вставляется лучше. Нет, я понимаю, есть такие программы, которые помогают записывать видео, или же, наоборот, ужимать видео, но пользуетесь по старинке, старинными такими методами, есть намного такие прогрессивные методы. Ну, значит, нету, не знаю. А вот, которые там ставит администрация на форуме, они, конечно, более чистые, но их на Mail.ru я не могу перенести. Он ставит в YouTube, с YouTube я перенешу в течение одной минуты, а вот в Mail.ru не могу никак перенести, а некоторые из Mail.ru не могут выйти туда, им надо, чтобы я копировал. Ну, как? А нет, там, в любом случае, надо сначала копировать себе на рабочий стол или в папке в своей компьютере, а потом уже в Mail.ru переносить, а так никак. А потом по новой закачивать? Да, по новой. Ну, нет, есть какой-то способ такой, что прямо сразу копирует, перекачивает туда, а не так, что к себе, а потом туда. А у нас в воскресенье, это вчера, было собрание, называется собрание, ну, 27-го, не слушал? Я начинал, вот, ну, знаешь, что только, и потом мне там колебели люди, вот, я начинал смотреть, да. Я там про вас рассказывал. Нет, не слышал, не дошел. Дойдете. Вот, я просто позвал, за вас сейчас очень, ну, многие новые люди молятся. Сегодня мы были на посещении бабушек, я тоже о вас рассказал. Вот, вот, это большая помощь. Геннадий Ильич, ну, я вот, по поводу чего, по поводу, вот, опять же, вчера начали разговор по болезни, да. Вот мне многие люди звонят, вот, молимся за вас, Божьей помощи, вот, кто-то либо вам встать, вот, на ноги, понимаете, как. А я вот себе думаю, да, что я из себя тогда на ногах-то буду, мне, я из себя тогда значить ничего не буду. Господь меня положил на это ложе, чтобы народ упреплялся, да, глядя на меня. Я служил таким вот, как говорится, таким вот приложением, как говорится, болезни, то есть, как можно выносить болезни, как говорится, терпением и совсем подобным. Бог дает вам терпение. Господь дает сверх терпение, дает утешение такое, что у меня даже, нет даже малейшего, вот, какого-то, ну, какого-то сона духовного. У меня нормализм постоянно идет, вот, в душе, вот, постоянно, как говорится, Господь работает так, что вы просыпаетесь или ночью проснусь, и вот, он, он только Господь один передо мной, и все, и больше ничего нет такого. Никакого, ну, никакого вмешательства там постороннего, ничего, ничего подобного. Вот у меня Господь, и все, там, это решение. Так, Сергей, я хотел спросить, а вас, кроме православных, какие-нибудь баптисты, кто-нибудь там, субботники не навещают? У меня были ягодисты, приходили ко мне. Ага. И они бегут от меня, у меня и вода с кровом. Вот, они убегают быстро, не хотят. Боятся? Боятся, да. Боятся демона икон. Ты крепко держись. Я почему тебе сказал, потому что сатана хитрый, апостол Павел говорит, чтобы сатана своей хитростью не прерстил, чтобы умы ваши не уклонились от простоты во Христе. Мы признаем свои ошибки, то другое, но они не церковь. Вот главное. А раз они не церковь, у них нет таинства, нет литургии. А отсюда все спасение под сомнением. Они самозванцы. Они возникли в определенный год, в определенное время. А церковь началась с Сионской горницы. А они спустя 1800 лет появились. Тут доказывать-то ничего и не надо. Господь нигде не говорил, что врата ада одолеют церковь. А наоборот говорил, что врата ада не одолеют. А врата ада, это все еретики. Еретики. Иоанн Затаус так толкует. Так что это врата ада приходят. Да. Боятся, конечно, они боятся. И крестов боятся. Боятся, твари. Я пишу, у него взгляд, а у меня штуком, у меня на всех стенах иконы. А он не знает, куда глаза сидеть. Он их пол поставит. А я хочу сейчас вместо люстра у себя на потолке повесить. Вот как в храм вешают, на своде. И вот спасители так пишут иконы. Я хочу себе даже на потолке повесить, думаю. А я видел на потолке весь потолок в иконах. На стены некуда вешать. У отца Дмитрия Дудко это было. В Москве. Прямо на потолке. А ну а что там? Четыре гвозья загни с разных сторон-то. Не в икону, а рядом, чтобы буква... Мне удобно. Я ж вижу все время. А мне потолок все больше как-то. Глаза пялиться. А вон у меня пустой. Лампочка там висит одна. Я спрошу, вы ночью-то как? Как у вас сон-то? Во сколько ложитесь? Или так, когда уже задремится, тогда и спите? Игнатий Тихович, у меня жизнь, она такая, как говорится, перепутанная вся. Я работаю, бывает, до утра иконы пишу. У меня заказов очень много со всего мира. И в храмы, и в монастыри заказывают иконы. Я отработаю, бывает, и ночью на прополу. И у меня особого режима нет. Я как-то вот так. Но они платят как-то? Я в достатке, у меня достаток полный, да. У меня же и люди даже работают. У меня и стойеры есть, и художники есть. Молодец. Молодец. А ты Господь так сделал? Господь, Серёж. Господь, ну, ты иногда, да, конечно, бывает, и обижаешь Господа, вот, и своим, как говорится, маловериям, и своим словом гнилым. И потом уже стыдно даже и на образа посмотреть. Не знаешь, куда глаза уже девать свои, хоть и бокалу их. Вот. Господь во всем. Вот. Про болезни-то я зашёл на это самое, на ваш форум. Вот, выставил там, выставил там свою историю болезни. Ну, всё, это мы считали уже, всё, люди знают, идут и считают. Я обновил об этом на собрании. Хорошо. Да. Вот там тоже выставил там же, есть ещё, серафима Саровского, высказывание о болезни. Когда он ещё, ещё есть такая, как говорится, его высказывание о том, что человек, если бы коснулся бы Царствия Божьего, хотя бы на них, он бы согласился прожить наполнение кельей с червями, чтобы они грызли его беспрестанно. Вот, лишь бы только не упустить Царствие Божьего. Вот, я вот лично подпишу, да, и я говорю, Господи, ну, а сам себе уже потом говорю, да куда тебе и так еле терпишь. Вот, я говорю, Господи, и только мне бы не лишиться бы, вот, благо Твоих, Ты меня, говорю, окунай куда тебе угодно, в какие только дебри, и это самое, я готов по всему. А лишь бы только не потеряться бы. Понятно. Ну, я тебе заказ хотел тоже сделать. Ну, а что там? Вот, у нас нужда такая, чтобы Господь услышал и ответил, чтобы нам не своевольничать. Вот, в 2014 году мы думаем предпринять эту большую миссионерскую поездку в дальних краях. Нужно, чтобы Господь нам указал, где нам остановиться с грузом. Потому что в прошлом году мы были в городе Шехты, это Ростовской области. Тут у нас очень хорошее было, прямо, вот. Чтобы такое было где-то, примерно, Калуга. Может, у вас знакомая появится. Куда мы могли бы забросить 4 тонны груза? А вот мы будем понедельник забирать и уезжать. Нет, ну, говорить не надо. Я уже вчера понял намёк. Я уже сегодня, вчера думал, сегодня уже думаю. У меня есть в Калуге знакомые. Точнее, у меня сестра двоюродная живёт в Калуге. Вот. Ну, как сказать, они-то есть. Там и квартира есть. В общем, и гараж там есть. Ну, вот, насчёт благонадёжности-то я вот и даже не могу сказать. Здравствуй, брат. Мир тебе. Это Владимир. Значит, надёжность должна быть стопроцентная. Потому что мы забрасываем груз на несколько миллионов. Примерно на 4 миллиона. Так я о чём говорю? Я вот буду звонить, мне обещать ничего не стану, потому что не уверен. Вот. А позвонить-то, разумать-то всё, я могу. В принципе, у них квартира есть сейчас. Там жила там матушка мужа его. Она недавно умерла. Вот. И там квартира, можно сказать, свободная сейчас. Значит, нам нужно что? Чтобы было большое помещение на первом этаже. Или сарай. Или гараж. Но сухой, недоступной влаги. И, знаете, это опасно. Это Калуга. Это такой город там, можно сказать, бандитский такой. Сарай это опасно. Желательно куда-то, вот, квартиру какую-то. Потому что вы видят, разгружаетесь. Там его вычистят. Сарай, гараж там вычистят. Не знаю я, что. Ну, нас Господь хранит. Потому что в комнате это только уж совсем люди, отданные Господу, они перетерпят это. А это нам нужно в пределах два с половиной, три месяца. Начиная где-то, ну, 25 мая, допустим. Я переговорил и уверен, что она мне откажет. Потому что она у меня сестрица такая любящая. И я ее люблю тоже. Пусть у кого-то поищет где-то. Мы нынче были там у них в гараже. Ну, у них большая усадьба, загорожена. У них мощнейшие овчарки кавказские. У нас своя собака. Ну, все у нас было как надо. Мы приезжаем неделю, заезжаем, пакуем. А это надо каждую пачку распечатать. Там очень большая работа. И скажем, взять по одной книге, чтобы полный комплект, 38 книг составить. Потому что они же лежат пачками по 8 книг, всех одинаковых-то. Я уже понял, да. Я в смысле еще вчера, как говорится, поймал. И все, что нужно вам, я понял. Я уже работаю над этим вопросом. Ну, обещать я ничего не буду. Обещать-то я ничего не обещаю. Ну, я говорю про молитву. Чтобы вы в молитве перед Господом сказали, что мы нуждаемся в этом. Да, обязательно. Притом мы нуждаемся тут. Мы никакой корысти-то тут не ищем. А мы наоборот. Рука наша разжатая при отдаче. Вот и свое дело. Господь и правит обязательно. Потому что такие дела не остаются. Поговорится, не с присмотром. Ну, мы просим Господа. Господь усматривает. Вот в прошлом году я говорю, видишь, как необычно. Прошли мы столько, что даже чуть не в полтора раза быстрее, чем думали. Вовремя вернулись. Один из нас, Виктор, он оператором. Он как раз в школе и в первом сентябре успел. И тут его подменили. Ну, все было как надо. И второе, что Бог расположил шопера. Николай его звать, Кручина. Если его не будет, нам не поехать. Он дальнобойщик. Очень большой опыт. А там узкие улочки, как Братислава. Там буквально копейка должна быть только до стены от машины. И он везде все провел, нигде не задел. И у него интуиции, в какую сторону выехать, как. Бывает, навигатор... Вы навигатор знаете, какой прибор слышали? Да, я слышал. Ну, бывает, а навигатор там... Ошибается, он еще несовершенный. Или короткой дорогой куда-то ведет. А он это чувствует. Он не раз был за границей. Ну, дальнобойщик. С большим стажем. Его Николай звать. Это два вопроса. Первый, найти ставку, куда мы пошлем здесь нанятая машина. Ну, когда большие грузоперевозки делают. Мы заплатим, конечно. И чтобы там нас груз этот ждал, неприкосновенный. И туда мы приедем, там загружаемся. И мы сразу уходим на юг. Сразу же. Через Украину. Дальше мы идем в Болгарию. И дальше нам опускаться надо в Грецию. А дальше уже, ну, настоящая работа идет. А потом, когда мы вернемся через Скандинавию, Прибалтику, в Россию, начнем по северу. У меня такие отзывы идут. Эти книги, они написаны, как я называю, в пророческом духе. Не по прихоти человеческой, а что Господь говорит в Писании. В каждой книге у меня около трех тысяч ссылок Священного Писания. Три тысячи стихов Библии заложено в каждый том. Если бы вот эти книги еще читать, вот сейчас много слушают, любят слушать, читать-то сейчас особо не любят. Это невозможно, Сергей. Дело в общем. На днях у нас вышел трехтомник. Это моя была, ну, обязанность просто сделать. Толкование всего Нового Завета. От Матфея до, вместе с евреями, то есть 26 книг. Это Блаженный Фефилакт. Архиепископ Болгарский, 11 век. А вместе с Апокалипсисом никогда не выпускала ни Западная, ни Восточная Церковь. Это впервые сделали мы. Это три тома по 752 странице. И вот на днях, ну, месяца два назад, мы тут три брата, решили все-таки две книги насчитать. Первая это Евангелие от Матфея, а вторая Откровение. И мы насчитали видео. Видео. А представьте, только две книги, а получилось 70 гигабайт. Это ужас просто. 90 примерно файлов. Вот мы сегодня как раз, ну, пока тут думаем, кто будет когда ставить, как. Ясно дело, что мне они не доверят. Я ужимаю и теряется качество. А наша техника-то слабенькая. Но сейчас, которые на форуме ставят нашу поездку-то, администрация форума, ну, ясно дело, что лучше моего, я сознаюсь. Они ее не ужимают. У них хороо идет. Все-таки, вот, понимаете, как сейчас в городе-то это не деревня. Народ, как говорится, ищет себе заботы, как говорится, ненужные заботы. И вот, то есть, все в движении, все... Да, спроси, куда, чем ты занимаешься, смысл-то твоих движений непонятно. А все куда-то спешат, все куда-то торопятся, а непонятно куда. И вот, хорошо бы, он бы себе раз плеер накинул бы и слушал бы в дороге. Да, но у меня-то начитано, уже на сайте стоит, 50 книг моим голосом начитано. Точно нигде нет. Вот вам бы это скачать. Библия, 77 книг, 12 томов Златоуста, 12 книг Дмитрия Ростовского жития, 5 томов Добротолюбия, Кронштадтский, Игнатий Берещанинов, ну, 50 книг. Так что на наш сайт заходи, просто Игнатий Лапкин сайт, 3 слова и уже ты там. Я уже знаю давно про ваш сайт, я уже был, я уже его исследовал хорошо там. И там у меня разбито по файлам, и на каком файле, какое житие и какая продолжительность страниц, сколько. Это очень удобно, ты берешь и уже знаешь, сколько будет. Так что у вас, если есть специалист, ну, это вполне вам по силам будет. Вчера, я получаю известие здесь в интернете, попросил один батюшка, давно он все лето стучал, стучал, чтобы ему выслали книги. Он заплатил полный комплект, 20 тысяч 100 рублей, ну и пересылка. И он получил. Ой, сколько же у него благодарности. Да теперь у меня вопрос снятый, какие проповеди говорить. А у меня 1300 мной сказанных проповедей в храмах разных. 1300? Да это ему поза глаза. Конечно, приятно это слышать, что живое заговорило. Я хотел спросить, вы первый раз когда наши пленки услышали, получили? Да я не знаю, еще в 90-е, наверное, годы. Да. Но они не пленки, они были уже переведены на такие, на кассеты, на аудиокассеты. Да, катушки назывались. Не катушки, а они уже были переписаны на такие вот следующие, как говорится, пластмассовые вот эти вот аудио. Квадратные которые, квадратные? Ну ладно. Квадратные, да. Вот, и мне там сестричка одна передавала, там целый мешок, вот, и там были ваши записи. Ну, эти записи, они страданием покрыты. Меня за них теребили крепко. Да, ну, надо думать. Понятно. Я же говорю, а я отца, а еще же история не раскрыта, за что, как, когда убили-то батюшку. И неизвестна же история до конца теперь, да? Что и за что убил. Ну, это просто топором его зарубили, да? Кого? Ну, бандерей, меня. А да, топором. Ну, его когда убили, мне они в тот же день, мы знакомы были с ним, прислали телеграмму. И вот, когда вы на сайт зайдете, там есть аудио, мои разговоры с ним. Но они в 20-м томе напечатаны. Сегодня, когда, ну, там есть те его приверженцы, друзья, и вдруг они нашли это, там они настолько радовались, что еще нашли живое слово отца Александра Мения. Два человека, которые совершенно по-разному подходят, и насколько им интересно. Я ему там вопросы еврейские поднимал, государственные книги, перевод Библии. Это большой был ум, энциклопедист в самом положительном смысле. Да, умнейший человек. Это эрудит был высокого класса. Просто титан. Да. Ну, вот на сайте вы там можете взять, послушать, конечно, они порченные записи, потому что под землей 30 лет приезжали, что спрашивать там. Когда пленку нужно два раза в год перекручивать, чтобы напряжение снять. Но все-таки сохранилось как-то. Я как-то вел радиопрограммы здесь, и прокрутили по местному радио на ГТРК. Не ГТРК, а радиопередача РОСА. Значит, повторю еще раз. Нам нужна ставка, чтобы на нас вышли, и нам они доверились люди целиком. От нас им ущерба никакого не будет. Кроме того, что мы там ночевали, помылись и уехали. Мы полностью обеспечены всем. У нас с собой крупы. Ну, все абсолютно есть. Нам нужно только, чтобы большое помещение или сарай там где-то хорошо закрывался, влага не попадала, ну и грызунов там не было, которые грызут. Там можно отраву наложить. Геннадий Ильич, я держу это в голове, и, как говорится, я с ней свяжусь. Возможно, сегодня вечером. Вот, они непосредственно в самой Калуге живут. Возможно, завтра. И я обязательно дам ответ. Скажите так, нам нужно, если по прямой линии брать, мы в Барнауле живем. По прямой линии через Москву и на Украину. Доход за Москвой и где-то посередине до Украины. Не обязательно в Калуге. Пусть это будет районный центр. Нам разницы нет. Лишь бы условия были, вот то, что говорим, большое объемное помещение. Потому что мы, ну, представьте, около 4 тонн сразу придет. Потом мы их раскладываем в ряд. 38 пачек. Одна на одной. И мы берем, ну, короче, так. От нас там мусор есть, мы все подметаем, убираем. Это у нас нынче, не нынче, ну, вот в 2014 году, если произойдет, это, ну, то, что было намечено. Мы, счастье, уже нынче немножко подгрызли. 15 стран прошли. Потому что мы больше 25 экземпляров брать не можем. А каждый экземпляр это 38 книг. 31 килограмм один экземпляр. Ну, и она газель больше не берет, она не тянет. И так у нее рессоры уже в другую сторону гнет. Ну, да. Ну, над дорогой-то мы ослабеваем. Вот сейчас выставляют на форуме. Я их выставляю с YouTube. Посмотрите, там последнее было, это в Австрии. Я там большое интервью даю. И где мы перестали, все заснято. Я уже смотрел, как в Германии были. Да. Уже там баптисты, по-моему, они, да? Да, там разные были. Я когда в Америке был, так там тоже возил меня, теперь он как первосвятитель считается, Иларион. Это наш архиерей. И мы с ним ездили, он сам возил меня к баптистам, километров за 200. Недавно, интересно, в интернете нашел, православные меня грызут со всех сторон, а баптисты из-за рубежа заступаются и говорят, вот, ну, Игнатий ясно православный, он крошит баптистов, говорит, на мелкое там, а они его любят все равно. Потому что искренне люблю. Я искренне желаю, чтобы они познали истину. И они это понимают. Лукавство, главное, лукавства нет, никак. Ни хитрости, ни лукавства, говорит, как. Серафко, говорит, без хитрости получил, без лукавства отдаю. Да, так и нет. Вот вчера вы советовали, сами вот с этим, с мужем, то имя я смотрел, кто он. Мурсяль, его звать Мурсяль. Ну вот, ну, что хочу сказать. Вот не принимают, она вот, ну, вот это вот, как она говорит, вот это вот самое малость, ну, что он не боит. Ну, это же самое малость, это и есть, да, ложка дегтя в бочке с медом. Это не ложка, это бочка дегтя. Это, главное, перерубаются все корни. Но там зерно брошено, и там без нас уже началась работа. Некоторые торопятся, а что она говорила, лукавая? Нет, она очень искрена, она не лукавая. И поэтому события не надо ускорять. Нам дано право возвещать, а не ломать. Бог наградил человека страшным даром, свободой выбора. Как англичане говорят, make your choice. Вот, сделай свой выбор. А выбор какой сделаешь, если ты ничего не знаешь? Ну, вот, если бы, конечно, начитано было, ну, это уже не как. Я ведь фактически большую часть своих записей, златоуста и прочее, для интернета, оцифровал-то сам. Хотя думал, что будет после смерти кто-то делать. По папкам разбить 4124 вопроса из 30 книг. Меня давно к этому побуждали. Но обстоятельства так сложились, что я перекрестился и начал сам делать. У меня в некоторые дни уходило 20 часов за компьютером. Иногда 22, а один день даже 24. Но сделали быстро и выставили в интернет. Работа громаднейшая была. Перевести это в оцифрованный вид с пленок. Я знаю, что это такое. Я занимался тоже. Я тоже и порой искал людей. Вот, а потом думал, кого искать, дай-ка я сам попробую. И погнал. Да, если, как говорится, душа-то лежит, можно делать. У меня, видите, приехала тут одна сестра и выговорила мне. И говорит, вот вы все делаете сам. А мы что? Вы по частям дело-то отдавайте. Я говорю, я отдал лагерь. Я начальник, как говорится, устроитель лагеря. Я основатель его детского лагеря. 41 год. Я полностью все передал своим друзьям, братьям. И старший воспитатель. А нынче вот Володя был за начальника лагеря. Ну, я это все отдал абсолютно. Но есть моменты, где я уже никак. Вот в интернете, если вы зайдете, там на форуме, там первые строки, вопросы, которые задают Игнатью Тихоновичу. Это администрация там с Ютуба, с форума, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке, живой журнал. Откуда они только вопросы не идут? Он их мне сюда отсеивает. Там какие-то площадь, просто благодарю. Ну, и такие. А сегодня ночью прокрался дьявол к нам. Прям дьявол в образе человека. Давая искушать такими вопросами, я мгновенно его выкинул и сказал, запечатай его. Я не знаю, откуда он пришел. В черный список, чтобы никогда больше не пришел. Он сразу начал издеваться над Христом с первой встречи. Ну, богохульник, сатана. Сатана, Бог, даже Петру сказал, отойди от меня, сатана. Ты думаешь о том, что человечество. Это давай искушать. А вот такое, Бог может, не может. Я прям ночью, в эту ночь-то я в 4 утра только прилег. А встаем мы всегда в 4.40. Это у нас строгие. Ну, я заряжу, прилягу, заряжу, прилягу. Ну, и за ночь поставил все, что вчера у нас накопилось. Два занятия и одно собрание. Это большой материал. Да, сатанат сейчас, как говорится, за это время подмотарил. Он сейчас в духи кротости заходит. Его, как сейчас можно обличить, то он дух кротости сейчас имеет. Кто? Я не прослушал. Кто? Кто? Вражина наша. Поэтому он сейчас, да, научился, как Господь говорит, и кто, или апостол, кто сказал, что и ангелом предстанет, как говорится, белым. Нужно не бороться только, но побеждать. Послание к Римам, 16 глава 20 си, говорит, и сокрушит сатану вскоре под ноги ваши. Вскоре. Да. Это интересно, житие святого, там, Симеона Еродива. Ну, ему, когда во сне он увидел, сатана нападает, великан громадный. Ну, он испугался и под одеяло залез, закрылся с головой. Под шкуру под эту. Ну, а что дьявол-то раздевает, ты дьявол спрячешься. А ангелы стоят вокруг и говорят, ты не бойся этого колосса-то, хватай его и руки сзади-то, крестообразно делай-то. Он, когда сделал так руки, он вдруг обмяг, как сноп обмолоченный-то. И он поднял его, как шмякнул обхон. Ну, это понимать надо образно даже. Так интересно. Он сразу, говорит, потерял силу. Вот так. Да, не имеет никакой силы. Главное, как говорится, следовать Христу, быть со Христом, и все, его сила истекает на этом. Да. Ну что, что еще? Я не знаю, у вас что может быть есть-то. Я тут, так как сказать-то, чтобы не надоесть вам? Мне, я сам боюсь надоесть. Но это, наверное, ложная взгромность. Ну, я не знаю, Игнат Игоревич, ну, вот давайте вот, если уж будете выставлять это. Вот люди как-то, понимаете, сейчас многие мне пишут, ну, так как я, как говорится, расслабленный. Многие мне желают вот такого ускорейшего выздоровления. Боятся люди сейчас болеть. Хотя каждый человек сейчас находится в такой или иной немощи. Каждый сейчас больной, сейчас же нет здоровых. Как Господь сказал, будете спасаться скорбляемыми болезнями в последнее время. Вот. И не хотят люди болеть, вот, не хотят нести время такое. Не хотят болеть. Действительно так. Все это верно, Сергей. Я в прошлый раз, когда с вами беседовал, ребятам тут сказал, ну, вы в таком положении, что к вам, я думаю, не подойдет сатана. Вы два раза сделали там какие-то такие, как бы, предложения составили. Я по предложениям увидел, что с вами Господь. У меня очень и очень большой опыт работы с людьми. Бывает достаточно раз одного предложения, чтобы уже мнение начало составляться. Вы просто, как бы, перехватили в разговоре нить и сразу ее резко поворачивать вначале вправо. Да, это Господь делает. Да, конечно. Что мы-то немощные. Тут иной раз вот пришел человек, и не знаешь, что ему сказать, и рот не открывается сказать ему, что... А есть, пришел человек такой, она льется прямо из тебя, вот потоком льется, вещь прям живая такая идет. И не остановишься. Все, Господь. А видите, как Господь на каждое поприще избирает нужных людей. А вы прикиньте своих товарищей, с кем вы были, купались. Ну, как говорится, ростом пониже и душою пожиже. Вот они бы роптали, там еще попало делали. А вас Господь на это дело поставил. Он уже знал ваш характер. Да я грешник был, какой я, великий грешник был. Бог говорит, а подсекает маленько нас и учит. Я-то был грешником, а в то же время мне интересно было и в Англии интересен, и Христос был интересен. Вот я грешил, а в то же время и туда смотрел, и на ту сторону смотрел, как-то посередине. И он, видимо, Господь глянул на меня, может быть, и в 30 лет, я же, он ровно в 30 лет меня и нырнул в меня. А я пловец, я сам, у меня КМС по плаванию, я же и плаваю, как рыба. Я нырнул прямо, я там до этого десятки раз нырял, понимаете, как. А это, я не знаю, может быть, там тапляк какой проплывал, бревно какое или что еще. Ой-ой-ой. Господь мне убрал калий, кальций из костей моих. А почему это, я утверждаю, потому что друг один есть, он помощнее меня такой был. Он около двух метров ростом, и он меня так подошел сзади, приветствуя так, здорово там, Серега, и обнял меня сзади, и придавил вот так чью-нибудь грудную клетку, и сломалось ребро у меня, прям пополам сломалось. То есть это говорит о том, что… А это было за полгода до того, как я нырнул. Это было… Говорило о том, что у меня кальций слабый в костях. То есть Господь ослабил кальций за полгода до ныряния, чтобы у меня конкретно там все, как говорится, чтобы уже не поднялся. Я занимался, я же пять лет занимался там, и грузы тягал, и там по 30 килограмм. Вот, и ломали меня там, и что со мной только не делали, и бесполезно, что там никакая физкультура не помогла, ничего. Вот. То есть конкретно положил. Понимаете, как? Да. Свою жизнь не обдумаешь, а уж Господь усмотрит. Да. Вот. Иногда люди любят задавать, говорю, вопрос такой, как, ну вот если бы все вернуть сначала, как бы ты поступил? Ну здесь ясное дело, что прыгать не стал бы. Я говорю по-другому. Выбор-то дороги у нашей власти. А уже имея последующее время, мы как бы обдумываем, ах, вот на такое женился, не надо было. А вот поехал, не надо было, и человек, я бы так не поступил. Вот. А когда все рассмотришь, нужно научиться видеть, что за этим стояло. Да-да. Все, 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 как говорится, по поводу. И иногда, иногда человек рождается для какого-то, может быть, там, для малейшего, вот, действия какого-то там, может быть, шнурок кому-то завязать, или отвязать кому-то шнурок. Вот. Для этого только вот он рождён, бывает. Ну, не знаю, насколько. Всё-таки вот так вот у меня недавно с одним человеком разговор тоже такой состоялся. Всё-таки вот по убийствам, вот, может быть, как говорится, и серийные убийцы вот эти, может быть, они и попущены Господом тоже, ну, и в пользу какую-то, во благо, может, не бывает ничего просто так в этой жизни. Может быть, всё, как говорится, ну, всё, как говорится, всё в мироздании правильно и точно. Жизнь свою заранее обдумать не дано человеку. Вроде бы всё рассчитал правильно, а оно вывернет таким боком. А я вчера вот только разговариваю с одним инвалидом, он с Молдовы, вот, ну, тоже парень попал в аварию, вот, говорит, любил быстро ездить, и попал в аварию, вот, у него ноги тут, в общем, тазобедренные суставы вылетели, и у него сейчас всё там закоксовалось, и ноги у него не сгибаются, и нужна операция на... такая серьёзная операция, нужна где-то в Израиле или в Германии, много денег, а он сидит всего там 18 долларов в пенсию у него получает. Вот, и я ему там, может быть, если получится, Господь управит, я ему там буду сырьё посылать, ну, чтобы иконы он делал, вот, может быть, зарабатывать немного. Вот. А чё начал рассказывать и забыл. Ух, память такая дырявая. Забыл всё. А в смысле страдания надо поискать где-то книга, может быть, найдётся. Владимир Филимонович Марцинковский. Он был православный, потом стал, называют они евангельские христиане, тогда с баптистами, ну, сродни, похожие. И он начинает в горах Армил Галилея, оттуда он передавал. Это был человек, единственный в России, которому советская власть разрешила с лекциями выступать перед студентами. А потом, когда Ленин зажал всех, и его в ГУЛАГ не отправили, а предложили выбрать. Или уезжает он сейчас в Германию, или его ссылку. Дальше уже путь понятный был какой. Но он выехал. Профессор. Вот. О смысле страдания называется. У меня книги нет, её надо посмотреть, она, может, в интернете есть. О смысле страдания. Мы это знаем, но у него очень хорошо сказано. Я его даже трактат поместил в трёхтомник Нового Завета. Достоверна ли Евангелие с научной стороны? Ну, она опровергает все, которые недоверие, и показывает. Человеку дано это было. Ну, это ещё у Василия Велик, и я не помню, откуда. Ну, говорится, что Бог не есть причина зла. Вот, откуда берутся недуги? Вот люди спрашивают, да. Вот Господь мне послал вот такую вот болезнь. А говорится так, Господь-то не есть причина зла. Вы, если согрешаете, то вам вот мы и по согрешениям закон такой космический, он вам и посылается вот болезнь за грех ваш. Вот, она же болезнь-то не от Бога. А если она от Бога, то это уже, как говорится, высший замысел какой-то. Ну, да. Дело вот в чём, что когда говорим «избави нас от искушения», то искушение двух родов. Одно от Бога, а другое от наших вожделений плоти, от дьявола. От Бога только два. Это болезнь и гонение. Хорошо, это надо запомнить, чтобы никогда не роптать. Болезнь и гонение. Болезнь бывает такая, что пропил лёгкий цирроз в печени. А бывает так, он ещё не родился, а уже у него там серебральный паралич или что-то. Поэтому тут спешить не надо с выводами. Ну, а для себя мы это имеем в виду. Да, выводов не надо делать никогда. Я вот хотя о семье говорю, что я грешник, там последний. Я ничего, с кем только не занимался, как говорится. Вот, и по рекам, может быть, лежу. А тут, с другой стороны, кто знает, и так, и так можно разъяснить. Вот у меня болезнь. Какая у меня болезнь? У меня приходит, говорит, да ты болеешь. Я говорю, я не болею, я не больной человек, я травматизированный, у меня травма. Я пью вот уже 10 лет горстями антибиотики, вы представляете, да, горстями пью. Вот мне приходят анализы, берут полностью анализы, берут у меня печень, лёгкие, сердце, почки, как у младенца здоровые, то есть у меня 42 года, а органы все, как у младенца. То есть я... А вы пьёте таблетки, и почки хорошие? Всё в норме, в полнейшей норме, антибиотики пьют. А это чудо Божье-то, а они разрушают это до основания? Всё не то, что до основания, а вплоть до, как говорится, вплоть до разрушения, такого клеточного разрушения. Вот, а я их пью каждый день 10 лет. А кровь у меня, как у младенца здоровая. Вот, я по 14 часов пялюсь вот так вот, на протяжении вот 10 лет по 14 часов пялюсь в экран вот так, да. Зрение у меня не падает. У меня... То есть посадим вот сейчас в офисе человека на 2 года поработать за компьютером, как они приходят, и они слепы в тут жеечение 2 года, они слепы и становятся. Вот. А я 10 лет ёжа и вот так вот смотрю в телевизор пялюсь, и у меня зрение на месяц никуда. То есть, ну, такие чудеса, ну, я не знаю. Я лично не знал, одна Людмила её звать, а мой батюшка, брат, знал. Из Селькули она жила, Людмила. Она была спортсменка, кажется, кандидат в мастера или мастер спорта. И она крутилась на коньках. И когда она крутилась, вот, конёк попал в щель. Она продолжала крутиться, а нога стояла мёртвая. И дальше у неё всё парализовало. И она руки там перед собой вот так вот, как он там показывал, батюшка, держит как это. Но она жемпер ему связала, подарила. Писала бисерным почерком, ртом, кажется, она писала. Я до того удивлялся. Я вот пишу рукой намного хуже. Мы с ней переписывались. Я напишу так, что только я сам должен разбирать в другой раз. Это разговор такой идёт. Когда мы пришли, говорит, ты грамотно, напиши письмо. Он говорит, у меня ноги болят. Ему, да при чём тут ноги-то? Так письмо-то надо нести. Так почталён утащит? Так нет, говорит. Моё написание только я могу прочитать. Мне надо самому идти и так считать. Вот так. Любить надо людей, какие бы и какие бы ни были люди. Вот я недавно начал к этому приходить. Вот молю Господа даровать такую вот любовь. Как бы ни был человек, ни в коем случае не осуждать. Как говорится, ну всегда можно оправдать человека. Ну всегда, в любом случае, даже самого последнего можно оправдать. Ну капниты глубже, там его историю житейства, там его родители, как, может быть, воспитание какое-то. Ну всегда можно оправдать человека. Ну да, улица виновата. Да, окружение и всё. Но если бы из брошенных на улицу ни один никогда не нашёл правильный путь, тогда, быть может, как-то бы это утешило. Но если хотя бы один, один во всём мире из этой обстановки вышел, стал человеком, и Иоанн Затауз говорит, на суде Божьем он осудит всех. Вот и всё. Да, это точно. Вот ещё вопрос, Игнатий Иванович. Как относитесь, вот, допустим, сейчас к ереси, причисляю, Осипова, год у Осипова есть по поводу, как говорится, смерти, по поводу, то есть он трактует и некоторых отцов по поводу того, что смерти вечной не будет, то есть человек будет... Я знаю это, я читаю его, слушаю. Да, как вы относитесь к этому? Ну неужели я за Осипова пойду, а святых отцов брошу? Тут вопрос даже сам по себе понятен. Я когда начинал писать, первые у меня 14 материалов были, это книга «Коисленного православия», я их ему отсылал. Он всё это одобрил, в прошлом году я по телефону с ним разговаривал, там был, ну, ему книгу послал. Мне очень не нравится, что у него, где он начинает своим умом перетолковать священописание святых отцов и канонов. И говорит, и не договаривает. Я его вижу, кажется, белыми нитками шит, а у него полный зал и сидят, и никто не догадывается. Они до того смешат, кто что они, как попки сидят перед ним. Там его обличать очень легко. Он привык к студентам, которые за оценку сидят, отметку ему дадут какую, и все молчат. И он поэтому говорит, говорит совершенную ахинею. Такое слово есть. Он хороший, умный профессор. Я бы в первую очередь спросил, зачем ты бреешься, и зачем галстук масонский носишь, а потом бы всё остальное. У него, говорит, вот столько много священников, о которых он преподавал. Я говорю, вот эти лютые волки по всей стране, это его работа. Это его работа. Вы не допускаете того, что, ну неужели, вот действительно, я тоже часто думаю над этим вопросом. Неужели действительно Господь, зная изначально, как говорится, человеческую жизнь, человеческий быт, уже зная его исход, и привлекает его на вот такие вот мучения, деяния, овнины, там, неужели-то Господь поступит? У него много хорошего, Осипова, Алексея Ильича, много. Он очень умный. И он рассуждает, берёт из разных святых отцов. Но настолько тонко он не договаривает, предложение совсем не закончено, не об этом. А я-то считал, ну я знаю, я сижу, а мои друзья сидят, по мне уже определяют, глядя на меня, что он говорит неправду. Вот он затеял, что император Адриан, за него можно молиться, и он в раю. Это один из гонителей церкви Христова. Вот вера, надежда, любовь, мать Ирсапия при нём погибли. И вдруг какой-то вдове он помог. Чего он там помог, толком неизвестно. И вот за это там доверующий в Сына Божий имеет жизнь в вечере, неверующий не увидит жизни. А иначе тогда без Христа все спасутся, и дьявол спасётся. Нет, ну опять же, он рассказывает, Христос воскрес и вывел всех из ада. Нет, не всех. Он опять же здесь подыгрывает, это только разговор всех. Слово «многие» означает «все», а иногда «все» означает не «все». И это святые отцы показали. Вот мы говорим слово «тысяча» где? Да, там весь город собрался. А там было всего от города, в городе миллион, а там было всего пять тысяч. А мы говорим, у-у-у, там, знаете, там весь город собрался. Ну, весь город не собрался, по квартирам сидели. Да там так крещали, что земля, говорит, прогибалась. Да не прогибалась она. У Давыда написаны «холмы скачут, как овны, горы, как агнцы». Ну, не скакали горы, не было. Дальше Иордан повернулся вспять, он никогда не поворачивался. Это образное выражение, аллегорическое, просто предложение его надо так и рассматривать. А он, видишь же, люди не грамотят, он начинает в этом подыгрывать. И никого в ааде. Как никого в ааде? А тогда зачем он проповедовал конкретно кому, которые ожидали его? Которые ожидали. А которые не приняли, они и там его не приняли. За гробом нет покаяния. Первая фраза. За гробом нет покаяния. Все кончилось. 5-10. Второе послание Коринфянам говорит. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал, живя в теле. Добрый или худой, живя в теле. То есть тело это не я, это хижина моя. Живя в теле. И вот там будет соответственно. Не то, что за меня там будут молиться, говорить, я согласен, я прошел помолиться, но на это надежды почти никакой. Иначе бы богач был в раю. Там у него 5 братьев, они о нем заботятся. А он в аду горит и горит. Да не бы золотом все завалили. У нас много православия на основе, это нужно отделить. Примесь от золота. Вот он пытается это сделать, но как будто подыгрывает сам под себя. Спасибо. Секунду, я вот один момент не уяснил. То есть молитва сейчас за умерших, как она работает, вы считаете? Всегда работала. Но как работает? В пятом томе творение своих, Иоанн Златоуз говорит, когда мы подаем милостыню, никакие молитвы грешнику, непримиренному со Христом не помогут. Иначе Евангелие нам не нужно. Верующий в Сына Божий иметь в жизни, а неверующий не увидит в жизни. Но не в Божии пребывает на нем. Он под гневом. То есть записки это все... Это поповская шабашка. Да, я за. Я за. Только это обман. Ты сам лично должен прийти ко Христу. Сам лично должен принести покаяние. Сам лично должен впустить его в свою жизнь и жить во Христе. Ты сам лично, а не кто-то за тебя. Соответственно тому, что он делал живя в теле, а не то, что за него после смерти сделают. Но нет нигде этого. Нет. Но это благочестивое измышление, так назовем. Это Осипово тоже. Он говорит, бабульки прибежали, записок, шапку накидали и побежали на базар. А ты, батька, тут это, помолись за наших усопших. А мы побежали торговать. Да. Ну а кто приучил-то так? Почему столько нищих поберушек, как и в православной церкви, а большие молитвенные дома баптистов там ни одного нету? Почему? Потому что они их заводят к себе туда, в молитвенное собрание, и начинают с ними работать. И этот нищий делается человеком и работает. А у православных-то каждый подает, на, пятачок разделите на двоих. Ну и пошел. Удовлетворенный, что он кому-то помог. Правильно поступал Иран Кронштадтский. Он образовал дома, где работать могли, производство открывал. Один раз ему помог на ноги встать. Ну, там, накормил, одел его. Потом строить надо жилище. Это так и должно быть. Такие святые есть у католиков, которые занимались этим? Да, что же нам делать? Вот у меня вчера тоже, или не вчера, есть, ну, у меня тоже там около тысячи друзей будет в этом, мой мир, да? И тоже люди пишут, да что ж ты с Клапкиным тронтом, посмотри, он ссылки там дают мне на эти самые. То есть, не зная вас, не зная, о чем вы вообще, суть вашей жизни, не понимая, то есть они по ссылкам, по одним только уже верят, верят этим ссылкам. Вы, с кем ты общаешься, то он еретик, он этот самый Раскольников. Ну, как вы общались с этим человеком, вы лично знаете его? Вы читали его труды или знаете его жизни, о чем? Как вы можете судить такой человеке? Вот, и основная вот масса сейчас от меня отворачивается, их друзья меня выкидывают, вот это за вас. Что творят, а? Да, ну, то есть люди, то есть люди живут по одной вере, им сказали, что это еретик, и все, и они уже верят, понимаете как? Ну, хорошо, скажи, ты сказал чужие слова, но ты отвечать-то за них тоже должен. И так это так сказали. Ну, у тебя голова есть. Я говорю, выступая в ВПР, я как-то говорил, 12 лет в моей книге шагают по всему миру, ну, вы могли собрать Цензорский комитет при Патриархии, собрать все митрополитов, ну, там, Дворкина, всех вызвать, чтобы я дал отчет? Они малого писку не издадут никогда, они как огня боятся моих книг, потому что они написаны без приглядов в глаза, нравится или не нравится, а так, как говорит Господь, так говорит Господь, так говорил мой любимый пророк Михей и Иеремия. Я вот сейчас наблюдаю, да, как говорится, ну, то есть прогнозирую немного там по-своему своим деревянным умом, вот, ну, откуда нам сейчас, вот сейчас, смотрите, многие там радеют за царя православного, там, вот, за изменение канонов, там, то есть и в управлении канонов, там, в церковь внесение поправок, там. Ну, откуда же это все возьмется, если оно сейчас все настолько закостенело, все вот стало вот такой железобетонной стеной, это же нужна какая-то война или эпидемия, я не знаю, что должно случиться-то, чтобы, как это говорит, не в дорогу, с колоколем выкидывать, что ли, в этих пальчишках всех, или что должно-то произойти, чего ждать-то. Оно не изменится, иначе ничего не будет сейчас, какой-то катастрофы или какого-то ужаса, опять же, очередного в нашей стране-то, и все так и будет идти. Все начинать нужно с себя. Я не буду отвечать за всех, я буду отвечать за себя, и кто был рядом, сумел ли я ему показать свет Христов для него. Мне нравится выражение у Якова, он говорит, покажи мне веру твою без дел твоих, а я тебе покажу из дел моих. Вот и все. Вы его не видели, а мне его Господь показал. Так он заброшен, это человек завалящий, вот у меня есть в общине здесь у нас, глухонемой, глухонемой, бомж. А он работает сейчас, четверо ребятишек, у нас была студентка ветеринарного университета, значит, сельскохозяйственного, вот это, а они поженились. А он никому не нужен был, а такого добра у нас на вокзалах полно. Начинайте работать, я им прямо говорю, начинайте. Вот такой есть священник, это Андрей Забуранный, может слышали? Да, я знаю. Вот он там, Серафима, котелок, это чугун наголу надевает милиционеру, фотографии. Да что спрашивать, у него каша в башке. А пустой котелок людям наголу надевает. Болезнь нужна человеку, болеть надо научить. И за что это Бог посетил тебя, а он ему котел наголу надел, смешно смотреть. Он у меня в друзьях был, а я послал материал о крещении, что крещение должно быть с троекратным, полным погружением, как святые. Он тут же, в тот же день меня в черный список занес. Он самодур, абсолютный самодур, волк. Ведь Господь посылает, я говорю, когда в мир учеников сказал, посылает вас как овец среди волков. Я говорю, а кто такие волки? Ну это евреи, которые не приняли, правильно. А еще кто? А коммунисты волки или нет? Да, конечно. А фашисты? Тоже волки. Ну и все, которые гонители. А когда на 20 главе Деяния апостолов считаем, то призвал пресвятеров, Павел говорит, в Ефес из Мелита, епископов, и говорит, из вас самих восстанут лютые волки, не просто волки, бешеные. И причину показал, которую Серафиму Саровскому Бог открыл, и будут говорить привратно, чтобы увлечь учеников за собой. Кормежка, кормушка. Они не верят в Бога. У нас есть близкие священники, вот я где бы ни приезжал там, они прям тут же во время службы меня стихарь надевают, я выхожу и проповедую. Московская патриархия. А те, которые ворчат, вот это что-то говорят, они ни за одно слово ответить не могут. У них ничего нет. Даже мы встретились, я говорю, ты говорил? Он стоит, глаза на меня воркают, да, говорил. Я говорю, ну вот ты говорил, а теперь ты ходишь сам у нас, молишься. А зачем ты говорил-то? Ты видишь, Божья Матерь, служба-то идет одна, она не другая идет. Брат-то мой заканчивал московскую семинарию. Ты же говорил, что у нас икон нету. Ну да. Ну ты говорил, что если иконы есть, то это ради вас повесили. А потом, когда вы ушли, они их убрали как идолов. Ну ты лгал, да. А зачем? А чтобы к вам люди не ходили. Ну какой же ты поп после этого-то? Заранее зная и заранее лгал. Ну это твой путь. Ты его избрал, исказил, и ты будешь отвечать потом. Страшно. А сколько людей, сколько людей отходит вот именно по этой теме. Ко мне приходила женщина одна. Она рассказала, я прям, мне до слез стало. Она пришла первый раз в храм поисповедоваться, причаститься пришла. Ну я ее там уговаривал по мере возможностей. И она пришла, собралась первый раз. Вот она подходит на исповедь. Священник. Вот. Ой, какие глазки-то у тебя. Вы представляете? Она красивая сама по себе женщина, да. Вот. И он ей перед тем, она принесла ему на блюде грехи свои, а он ей за глазки. Новое навешивает. Новые грехи навешивает. Волк вовещает шкурой и все. Они не проповедуют. А мне вот даже он такой пуп, даже негодный. Я никогда на это внимание не обращаю. Это слабо-щеловеческое. Он ответит. Пусть он работает. Не кадилом машет, а людей ко Христу призывает. Чтобы люди получили рождение свыше и были вводимые Духом Божиим. Вот что. А он этого не может дать, потому что сам не имеет. Он этого не понимает. Мой брат как-то идет с одним, с Украиной здесь был. Ну и разговаривает. Он говорит, ты Евангелие-то читаешь? А что это за книга? Он говорит, да как это в церкви читает. Ну а так зачем же ты приехал сюда гроши заработать? Гроши. Вот и все. Еще ты хочешь взять с него. Он весь тут. При всей амуниции своей. В то же время, вот говорим, да, за них много и говорим. На священниках осуждения за них страшный грех, говорит. То есть они и так бедные. В большинстве своем в ад идут все. Вот, а мы их еще прижимаем. Это вот тут точно так же они говорят. Я говорю, твоя задача выполнить порученное тебе. Как и он нашел и говорил, еще 40 дней и Неве будет разрушено. А будет она, не будет. И Бог вложил эти слова. И он обязан был их сказать. В Библии написано такое. Стоял один человек. Ну и с одним встретился и говорит, бей меня. Тут как так? Я сказал, бей меня, бей в лицо. Чтобы лицо кровавое у меня было. Он не стал. Тебя сейчас, говорит, волки там это, львы растерзают. Ему нужно было перед царем пристать. И он пристал перед ним. Он говорит, вот, история-то какая. Поймали там пленного одного. И его поставили. И сказали, следи за ним. Если он убежит, головой отвечаешь. Ну, он говорит, я занялся тем и другим. Это мне было поручено. А он сбежал. А он говорит, ну и справедливо. Он тогда лицо свое открыл и показал. Это пророк. Это ты сделал. Тебе Бог уже отдал в плен этого языческого гонителя. Скольких осиротил он детей, а ты его отпустил. Теперь твоя душа вместо его будет на весах Божьих. Священники то, что судят, они не понимают. Это последний призыв, который, может, Господь для них еще приготовил и делает. У нас как-то тут камень на оби такой город есть. Но у нас там свой священник. Ну, близкие нам люди. Но они, говорит, там собрались. Как всегда, выпивают за столом, сидят. Ну, и как всегда, говорит, опять о вас разговор зашел. О книгах там. Ну, один священник говорит, говорит, а где он живет-то далеко? Да кого далеко? Тут три часа езды даже нету. В Барнауле. Да вы что? А он, говорит, на контакт как-то идет с ним. Можно поговорить? Да что говорит? Сейчас только позвони ему. Он, говорит, приедет сюда. А он, говорит, а-то настоятель руками замахал, на высшей голову поднял. Вот так, да что вы, что вы. Он нас сразу победит. Еще даже не вышли на поле. Сражаться уже белый флаг выкинули. Ну, вот и все. А другой выступает. Да что с ними щихаться, поехать туда, сжечь их там от ананаса. Это на нас. Это попы. Этот аристарх, он продолжает служить. Ну, Бог защищает, говорит, а дальше как Бог даст. Ну что, Сергей, прощаемся? Да, будем прощаться, Иван Тихович. Так. Вы, если кто-то что-то говорит, скажите, вы конкретно, мысленно представляете здесь сейчас и выдвинете обвинение. И я назначу день, когда мы по скайпу будем разговаривать. Вызовите. По равному количеству минут будем говорить. А вы на часы будете смотреть. Больше ничего не надо. И вы увидите, что с ними будет. Они слиняют. За сто верст не подойдут. Нет, дело не в том. Дело в том, что у них есть уже авторитеты, понимаете, против которых они не могут ничего сопоставить. То есть авторитет сказал, авторитет надо слушать. Авторитет сказал, не основываясь на слове Божьем. Авторитет говорит лживые слова. Это же не важно, он авторитет. Ну, так тогда ты безбожник. Один ответ, анафема тебе. Он говорит не то, что в Писании, да будет анафема. Галатам 1, 8, 9. Кто не любит Господа? Кто искажает Библию анафема? Еврейский хорем. Мало, что он кому-то привязан. Да, немного не той дорогой мы пошли. Вот, в 50-е годы, не туда мы немножко повернули, конечно. Нам нужно на Голгофу зайти, быть со Христом с Воскресшим. И идти за ним никуда головы не поворачивает. А ты пошел, что тебе до того? Он говорит, что тебе до того, Петру, Даяна, даже они сотоварищи, они вместе ходили. Что тебе до того? Иди не оглядывайся. Сегодня этому не учат. Не учат мужества, а только лицемерить, чтобы согнулся, сгорбатился перед батюшкой и все. Ну, все, тогда какие вопросы будут. Если будут хулить или большие, скажите. Личная встреча по скайпу вполне возможна. Вы согласны или нет? И посмотрите, что они будут говорить. Только заготовьте вопросы. Вопросы должны быть по Писанию, по Святой Библии, а не потому, что я не обязан оправдаться перед вами. Вот, допустим, на меня что-то говорили, а я подал в суд оскорбление чести, достоинство, подрыв деловой репутации. Мне не надо доказывать, какой я хороший. Вы должны доказать, что я плохой. В чем вы меня обвиняете? Закон вот чего требует. Вы должны это доказать. Они не докажут ничего. А почему? Да потому, что Павел говорит, хотя я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь. Я покажу, сколько людей, какие, пришли из разных сект в моем доме и стали православными и служат в московской патриархии священниками. Вот мое оправдание. Вы моя печать, как Павел говорил. Печать. Вот и все. Ну ладно, вы кричайте. С Богом. Да, давайте с Богом. Мы вас помним, молимся. До встречи. С Богом. Слава Христу. Видите, как Бог устроил уже встречу у нас. Это Бог так сделал. Я рад, что Господь располагает его сердце. Нужно молиться усерднее. Ему нужна помощь. Помощь ему должна быть чистое словесное молоко. А чистое словесное молоко – это святая Библия. Толкование святых отцов. Мужество у него достанет. Он что сказал? Уже некоторый отворачивается от него? Надо же так. Отворачивается от него? Это вообще. А с чем он виноват? То есть он должен ненавидеть? Допустим, меня или кого они покажут. Да какая же это вера такая? Когда, говорят, ударят по одной щеке. Молитесь за обижающих. А здесь глаза не видали. Никакого ущерба нет. Ни одного обвинения даже не выставлено. И уже ни меня они поносят. А того, кто со мной по скайпу поговорил один раз. А там всего вторая встреча. Ну, какая это вера? Это плоды попов, лютых волков. Это они так делают. Если бы попы боялись Бога, Бога боялись больше, чем у полномоченного по религиозным культам, больше, чем попади. Ну, ясно дело, эту обслуживку можно было менять? Ладно, я сейчас выйду. Посмотрю, давно уже не был. Так, все я тебе отдал. Закачал, который пропустил. Ладно. У меня... Так вот мы насчитали, вот видишь? Посмотри. Покажу сейчас. Вот. Евангелие от Матфея. Это мы ее насчитали. Насчитали, потолковали. И я давал комментарии. Что она выглядит как? 47 гигабайт, 62 файла. Новый завет. Это даже вообразить нельзя, какое. Сколько времени, надо посчитать это будет. Ладно. Ну. Так. Так. Так.